шаббат шалом мы продолжаем нашу недельную главу называется на нас а и сегодня мы посмотрим на вождей которые приносили свои подарки в храм написано что первым жертву свою принес нахшон сынами надава из колена ягуды этот праведник нахшон который первый зашел в море и его и море перед ним расступилась чем очень смелый человек его называют книги деврея мимшин князь иудейский и он принес одну серебряную чашу весом 130 шекелей и одно серебряное блюдо весом 70 шекелей и там в общем оба наполнены тонко пшеничной мукой и одну ложку в 10 золотых шекелей на полную смесью благовоний и один бык молодой один баран один ягненок жертва сожжения и один козел в грехсидную жертва в жертву мира два быка пять баранов пять козлов пять ягнят в общем такие приношения он приносит а следующим написано во второй день жертву принес не тель цен суара вось колено из сахара смотрим добавилось слово вось и слово свою пропало там было на жертву свою принес наш он сын аминадава из колено и гуды а весь жертву принес не тель цен суара вось колено из сахара рук вось добавилось а приношение те же самые такой же вес так такие же чаши блюда все то же самое и а в третий и написано в третий день или а в сын хелона то есть и так же вось колено звула на или а в сын хелона его приношение то же самое то есть все поменялось уже нет ни жертву уже нет ни свою и слова вось стоит на первом месте а в случае если это и сахар вось той после именин не тель цен суара все меняется хотя с виду если не внимательно читать то текст один и тот же но что-то всевышленном хочет показать еще какие-то изменения с тонкости еще где-то там на иврите там есть добавляется какие-то слова казалось незначительно но есть тут же даже каждое запятаемое значение что можно это сказать читаем комментарий но не пишут комбинаторы как-то это место обходятся равно ничего здесь не находят можно действительно это просто но интересно если мы посмотрим леска книга быть евреем хаин донин раввин написал и он пишет что есть такая еврейская иерархия где мудрец стоит выше богача и тогда мы смотрим что царь он обязан быть мудрецом торы он обязан с собой носить свиток где бы он ни был все все поездки везде каждый день свиток торы с ним но он еще и богач потому что он царь случается он сидит на первом месте на втором месте стоит мудрец торы и сахар и он стоит на втором месте а вот богач звулон который поддерживает исахара он стоит на третьем месте то есть похоже на эту вещь что стоит мудрец выше богача трудно сказать возможно это неправильно я понимаю но как-то вот напрашивается какой-то вывод надо из этого делать интересно что вожди которые приносят жертвы они все приносили одинаковые предметы но каждый из них думал об этом по-разному допустим медраж пишет не считали что раз серебряное блюдо допустим 130 шекелей весом то это соответствует адаму который в 130 лет родил праведника и назвал его имя ше в первый день творения было что мы знаем когда все вышли сделать человека то в один день случилось это беда что убил каин земля и после этого адам не хотел прикасаться к своей жене потому что говорит что если один брат убьет другого в общем он остерегался этого но потом там случилось очень сильная история что жены ламеха не хотели спать с ламехом потому что он убил каина и ранил тувал каином тоже умер поэтому жены отказывались не спать и он говорит вы не имеете права пойдемте спросим у адама ну пошли ада и цилия и ламех пошли к адаму и ладам сказал нет ты обязан спать женой а жены ламеха сказали нет ты сам не свяжешь своей женой после кави любил гемеля и адам понял свою ошибку и написано и изначал адам сына на реке умы машет вот отсюда началось наречение имени бога в общем вот эти 130 лет ознаменовались они считал за и 130 лет а другой человек считал если 130 веса предмета то это 130 лет когда входит в египет яков ему 130 лет мы это знаем благословляет там фараона в общем и не поднимается его навстречу из страна начинает превращаться в богатейшую страну шеяков их спас фактически своим приходом куда бы ни приходил якоб вода ему навстречу поднималась пришел он впадал на рам к лавану вода поднялась и все из бедняков превратились в богачей стадарта пошли все то же самое случилось в египте голод тут же прекратился когда яков зашел в страну то есть тоже эти 130 лет как-то отмечается вот так вот а допустим если мы берем второй предмет это 70 и они говорят что такое 70 70 человек насчитывали наши предки то 70 человек семья якова спускается в египет там 69 имен как мы читали а 70 это раньше говорили что это не хавет дочь льви которая делась на входе в египет а мама маши вот это 70 и другие считают то нет надо считать 70 это 70 лет было аврааму когда он заключился всевышним союзом и слотом были в разведке и там написано что они ночевали в одном месте и а врагам зарезал там животных пополам разрезал их птиц взял он их пополам не резал в общем принес все в жертву и всевышним явился и заключил с воровом союз что потомки твои будут 400 лет угнетать их будут чужой стране 400 лет то выйду с большим достоянием то есть обращают внимание на эти 70 лет другие люди допустим обращают внимание говорят что 70 лет это те годы когда мы жили чужой стране в вавилоне поездок храм был разрушен и надо обратить внимание на эти 70 лет очень разные такие вещи мудрецы подбирают и главное что каждый вождь принося одинаковые предметы думал о них по-разному то есть если бы это было просто мысли какие-то простого человека нет это медражный россина и поэтому мы к нему не можем относиться не серьезно но фактически в торе 70 лет и написано что когда придет машеях царь будет то вокруг него допустим 70 человек соберутся у всех разное представление о комментариях такому такому-то месту и но все будут стоять на одинаковом расстоянии от него если он станет центре это царь наш то каждый со своим комментарием он тоже будет отражать одно из лиц торы 70 лет вот так вот а на сегодняшний день наш урок заканчивается ругал дан за понятие души мой шибин давид берт абат эсраэль клара бат сергей памяти павел дин эфим якобы нахунг лир бен григорий здоровья слава маклора шоу ман юна сара шума бен сах и на бат мира и борис бен мария мой шибин мани а на бат ривка игорь бен кира полина берба свою ссора лена баклара давид бен стела ж и вод и до рахель бен лилия анна бот илена стела боттейла эфим бен эстер и на бодора двора бот мирям станислав бен рахель моисей бен ева и линоба двойра и оси бен раиса инеса бот мэль и гейбен берт и виде аффирма а на геннадий бен елена Елена Бат Инесса, Ольга Бат Светлана, Йосим Дан Бен Сара, Таня Бат Фрида, Ида Бат Рива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат Белла, Яков Йосим Бен Рахель, Шимон Бен Миров, Фейга Бат Берта, Ася Бат Года, Марк Бенина, Ира Бат Вера, Леон Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Хана Бат Сепора Бат Сара, Ида Бат Хая Авива, Ефим Бен Соня, Майя Бат Фаина, Алексей Бен Ольга, Гая Бат Сарит, Мазлым Парасас Гула, Ирина Бат Урия, Рона Ребен Урия, Рона Р Гедалья, Параса Ябрюд, Лаир Вен Рая, Анна Бат Александра, Марина Бат Рая, Борис Вен Марина, Алексей Бен Наталья, Всего хорошего, Лягу Марченко, Всем браха Параса Кавана, Мазл Топ, что мы это время не грешили, учили Тору, всем желаю крепчайшего здоровья, и пусть скоро сгорчат страшная война, и до следующих встреч, которая состоится, надеюсь, состоится, Йом Ришон, в 15 часов, Шаббат Шалом, всем всего самого наилучшего. Субтитры сделал DimaTorzok